Я разговариваю сам с собой, потому что я единственный человек, чьи ответы мне нравятся. 30 апреля 2020 года, 17 часов 00 минут по Тарумовскому времени, в эфире 695 подкаст от Каннского Ося и Компании, где много программистов, плохо с женщинами. Добро пожаловать в Нью-Йорк! Некоторые работают из дома, некоторые не работают, некоторые делают вид, что работают, поэтому сегодня будет интересно. Да, очень тяжелая работа, я прям даже не знаю. У меня босс сегодня такой пишет, говорит, слышишь, там ошибочка в системе вышла, я такой, в какой системе? Ну, где там, типа, часы записывают, я такой, в чем ошибка? Ну, понимаешь, у тебя там на 48 часов больше оказалось. Я такой, ну, в чем проблема? Такой, ну, нет, ну, как бы, конечно, это многовато. Я такой, ну, ладно, давай чинить. Там случайно часы пошли на два разных проекта, ну, и получилось, что 48 часов, в смысле, 48 часов на одном проекте и на другом в одно и то же самое время. Это хорошо, это хорошо, то есть ты всегда, ты всегда мечтал, чтобы тебе платили два раза больше работы на двух разных работах. Ну, вот, пример-то сам получился. Так, ладно, быстренько вводное, подписывайтесь на наш YouTube-канал, если хотите нас слушать через YouTube, вот, и заходите на наш Куб-канал, ставьте лайки, там веселые Кубы. Ссылочки в описании, поэтому не брезгайте. Ну, и заодно подкиньте нам что-нибудь на нашем официальном сайте веб-судить, пишите комментарии. Да, и подайте на пропитание серваку. Да. Ну, и на этом все. Это была просто грандиозная неделя. Кстати, кто не знает, с нами Костя. Да, подайте мне тоже на пропитание. Да, Костя, Костя, у Кости сейчас этот отпуск неоплачиваемый. Вот. Ну что, тогда, тогда, тогда начнем с допросов Костя. Расскажи, где ты обитаешь и почему тебя уволили? Ты, ты сливал, ты сливал данные клиентов в Россию, Костя, да? Нет, ну, на самом деле, сейчас я обитаю в Сиэтле, но раньше я обитал в Нью-Йорке, и пытаюсь завернуться, когда закончится коронавирус. Извини, но я тебя сейчас буду пытать. Там, я слышал, что дополнительное жилье построили там в форме палаток и все такое. Нет, это, наверное, в Сиэтле в форме палаток. Тут вообще очень много бездомных, на самом деле. Нет, тут как бы хорошо, тут можно работу найти, много платят, но тут все, короче, геи, лесбиянки и там какие-то. Всякие разные поли и так далее. И, короче, тут нету баб. Подожди, мне надо открыть карту и посмотреть, где Сиэт он находится. Я посмотрел по статистике, короче, 130 мужчин на 100 женщин. Потому что все программисты такие приехали с разных мест. Все такие азиатские, индусские и так далее. Ну, такие конкуренции меньше, в чем проблема? Все говорят о женщинах в программировании, но как бы их особо нет. Поэтому все, короче, мужики друг друга там. Подожди, у тебя... Я бы так сказал, до коронавируса только один ночной клуб был нигейский, в общем, на 4 миллиона населения. Да ладно, чувак, ты издеваешься. Серьезно? Я тебе не верю. Я тебе не верю. Как это может Сиэт он там рядом с Ванкувером, в Вашингтоне, в Сакраменто, где там стреляют. Ну, как это там, как женщин нету? Ну, они есть, но они какие-то все лесбияны, понимаешь? Нет, на самом деле, вот есть рядом город, называется Портланд, там намного лучше ситуация. Я думаю, это потому, что просто программирование тут все захватило. На самом деле, так же и в Сан-Франциско, там вообще беда какая-то. Женщин в Датнет, да? Нет, там тут геи, короче, и программисты и все. И программисты геи, да? И геи, но они шутеры, программируются. Слушай, а ты никогда не думал? А нет, те называются дизайнеры, да? Дизайнеры с бородой. Кустя, мы тебя сейчас сосватываем. Ты никогда не думал импортировать женщину? Нет. У меня было много женщин разных, но... Как-то я просто... Я раньше жил, в общем, в Сиэтле 10 лет. А потом я переехал, короче, в Нью-Йорк и такой раз. Нифига себе, блин, бывает жизнь лучше. Я вернулся просто на коронавирус, а потом обратно поеду. Так после того, как ты съездил в Нью-Йорк, ты так посмотрел, такой... Ну, нет, не женщины. Вот там женщины. В Сиэтловских пережил за несколько лет вообще. Там всяких разных женщин было много. Самое лучшее, мне понравилось, это из Ямайки, короче. Ага, значит, импортная. Самое лучшее. Да. Они такие верные, в общем, все рассказывают. Так все, не изменяются. Замечательно. Не изменяются. Ты так и говоришь, как будто это плохо. Ну, я женат, поэтому у меня нечего слушать. Я не изменяю обычно. Как говорит доктор Фаучи, let's keep an open mind. Так это, расскажи, что там ситуация с работой вообще. Кстати, между прочим, ты нас долгое время звал в Сиэтл. Да, нет, на самом деле, с работы тут все замечательно. Просто женщин еду, да? Нет, на самом деле, поэтому сюда и программисты ездят. Потому что, на самом деле, я думаю, в Америке вообще самое лучшее, когда... Тут все дорого, но все равно платят очень много, потому что нет income tax. Ну, налогов, короче, на зарплату. И, ну, тут можно зарабатывать, наверное, долларов 70 в час легко вообще. Поэтому сюда и люди приезжают. И работа есть. Я просто не хочу тут как бы работать. Поэтому у меня нет работы. Нет работы, потому что нет, не хочется, да? Я не хочу оставаться тут надолго просто. На самом деле, мог бы вообще найти легко. Как бы, а вот скажи, почему не решить проблему чисто программистским путем, написать приложение, чтобы импортировать женщин? Я вообще, на самом деле, начал писать не приложение, а веб-сайт. Мне просто стало так скучно. Еще я начал заниматься. Я даже название купил, которое не скажу. Правильно, не надо. Еще не готов. Я не скажу про что веб-сайт. Importwoman.now. Так было бы неплохо, знаешь, там, с Россией, с Украиной, с Казахстана, там, с Японией. Ни разу не было женщин. О, какое совпадение. У меня тоже. А преда. Как-то мы странно собрались сегодня. Я, конечно, знаю, что они чистые. Последняя женщина была из Марокко. Подожди, еще раз повтори. Из Марокко. Ага, пардон. Она очень какая-то богатая, блин. У нее папа какой-то, блядь. Прям из какой-то Джеймс Бонда, блядь, была раньше. Что такое? О, слушай, ну так хорошо. Да нет, ну ничего хорошего, на самом деле. Она была сумасшедшая, прям совсем. Очень ревнивая. Так, ну ладно. Раз ты собираешься переезжать в Нью-Йорк, давай тебя переманивать в Мичиган. Там холодно, вообще. А в Нью-Йорке техно. Нет, там, там, я, нет, ребята, на самом деле, ребята. Как бы, там есть такое, как бы, на самом деле, это очень странно. Вот там есть Нью-Йорк, как бы, вот это такое, какой-то непонятно, что рядом с океаном. Есть Нью-Джерси. И, короче, в Нью-Джерси там холодно. А потому что из-за каких-то волн, там, блин, которые текут в океане, там какой-то микроклимат складывается, вот там, в Нью-Йорке, и там тепло. Подозрительно, но, возможно, ты прав. Потому что Нью-Йорк, ну, относительно географически не так далеко от нас. В смысле... Нет, я понимаю, даже, кстати, Нью-Йорк очень холодно. А вот в самом Нью-Йорке там как-то тепло. Ну, я, в принципе, могу себе представить такое. Потому что даже если сравнить то, где мы работаем и где мы живем, то, знаешь, разница обычно градуса на два. Вот эти вот переезжающие люди из Англии, они были глупые, но не совсем. Там было тепло, но не всегда. Понятно. Да, ну, не знаю. Мне кажется, все-таки надо просто остаться в Сиэтле и решать проблему женщин путем приложения. Ой, нет, нет, нет. В Сиэтле я уже прожил столько. Я знаю, тут все, короче, бисексуальные, там, блин, поли и так далее. Я, короче, не готов. Поли? Поли – это когда много мужиков за раз, короче. У кого? Да. У баб. А, типа, за место этот? Поли – это, да. Поли – это, да. Да, то есть. Понятно. Можно сразу со всеми, всех поддержим. Зараз. Да, слушай, какие открытые виды на жизнь, а? Да. Это очень интересно. Тут просто процент вот этих вот людей, это вообще просто... Ну, я такого ни разу не представляю. Может быть, они так просто притворяются, чтобы вливаться в общее положение дел? Да, я тоже, чтобы они переезжают, короче, сюда, там, пару лет поживут, как нормальные люди, а потом раз – это все, и поли, блядь. Чтобы было о чем поговорить. Так, ну что, что тебе еще раз спрашивать? Да, почему тебя уволили? Слушай, расскажи, по каким причинам? Я думаю, что мы просто много платили, короче. А-а-а, ты был... Больше всех, и у меня, короче, первого раза. Ну, как бы, от меня исправили. И там еще были индусы, короче, они друг с другом говорили на своем родном языке, а я, короче, не понимал, что они говорят. Да, возможно, из-за этого. Индусов уволили? Нет, я думаю, индусов не уволили, потому что они там за копейки работают. Почему бы и нет? А ты точно знаешь, что они за копейки работают, или ты подозреваешь? Я точно знаю, потому что они на визе работают. И я там все чинил, короче, блин. Я такой... И меня за это ругали, потому что я говорил, вот тут надо починить. А они такие, блядь, там, ну, работает все, зачем, блядь? На своем языке. Интересное сочинение. У нас на работе, кстати, я думаю, что в плане денег индусам, возможно, недоплачивают, но первые у нас компании недоплачивают, как можно только недоплачивать. Не спросишь – не дадут, не прошантажируешь – не дадут, так далее. Но эти контрактные дома, им платят достаточно хорошие деньги за каждого работника. То есть если работник получает, там, скажем, 35 или 40 долларов в час, то все равно их контрактная компания получает как минимум еще 20, а то и 40 сверху. То есть если ты зарабатываешь 40, то вполне реально ожидать, что твоя контрактная компания получает от 30 до 40 долларов сверху. Итого 70-80 долларов в час. Поэтому, да. Ну, 35 долларов в час, это вообще, по-моему, бомжи получают 35 долларов в час. Ну, смотри, для Мичигана это 35 долларов в час, это 65 тысяч. Нет, подожди, это 70 тысяч в год. А для Мичигана… Ну, это джуниор, да? Ну, это да, это джуниор. А вообще я бы, наверное, с радостью получал, если там 4 часа в день работать вообще. Ну, реально работать или присутствовать на работе. Что ты подразумеваешь под работой? Я не знаю, я ни разу не был в Мичигане. Ну вот, по-моему, пора. Но. Найти себе черную женщину. Здесь их много. На таком лоурайдере, короче, такая приезжает, такая… Е-е-е-е! У меня зубы золотые. Скорее всего, у нас джуниор. Уже с тремя, короче, детьми там, блядь. Это вообще без проблем. Это вообще без проблем. Я помню этот… Получает пособие, там, блядь, уже хватает, все ништяк. Мы тебе обеспечим, говорит. Ну, блядь, давай. Садись, мой лоурайдер, блядь. Нет, чувак, здесь это серьезно, как бы мамаша там с детками и все такое. Да я знаю. Нет, я встречал таких девушек. Они там просто… У них это работа. Рожать детей. Ну, рожать детей – одно дело. Другое дело, что они, вроде, так сказать, содержат детей. И при этом они очень… Даже у меня такой был случай, короче. Я с девушкой, короче, в постели. И бегает ребенок такой… Я такой думаю, блядь. И, короче, все. И часовая стрелка показала шесть часов. Да, я хорошо думаю. Да, да. Так, ну, что расскажешь про великую жизнь в Нью-Йорке? Или как там? В Нью-Йорк-сирии. Там, короче, погода не очень. Как бы там очень жарко или очень холодно. Два таких варианта. Очень редко бывает, что между холодно и жарко. Так ты знаешь, в Мичигане, на самом деле, есть много такой погоды. То, что ни холодно, ни жарко. Я был в Висконсин. Милуаке, короче. Мне очень понравилось. Там так холодно, блядь. Я подумал, вот уже как в Россию приехал. Обратно. И, короче, там куда-то я встрелил коза чувака вообще. Мы с ним тусовались прям. Там такая странная игра есть, короче. Приходишь в бар. И там какие-то кубики, короче, кидают, блядь. И раз, короче, там что-то выпало. И тебе бармен, блядь, бесплатно дает бухло. А наоборот, короче, ты ему платишь. Или что-то такое. Короче, вообще странная игра какая-то. Мы нигде не видели. Это совместили казино и бар, что ли? Это не казино. Это просто какая-то игра, блядь. При этом она легальная. То есть это не какая-то там запрещенная что-то. Ты в нее играешь там с сейфикой. Типа поиграй, посмотри, или выиграешь бесплатно. Бухло? Да. Слушай, интересный способ заманивать людей. Я просто офигел. Да, я знаю там этот. В Мичигане есть один бар, где там. Они, короче, сделали отдельную, этот, типа, ну, патио, типа, знаешь, ну, балкончик такой. Вот. И тому у них ограждено. Ну, вот. И специальные, этот, подходы такие, что люди могут запарковать своих этих собак, там, так сказать. Вот. Ну, короче, ты приходишь, и там очень удобно, там, знаешь, этот, притащить собачку свою, знаешь, ее там привязать рядом со своим столиком. Вот. Ну, и покушать, выпить, все такое. Вот. И, ты знаешь, просто из-за того, что они, как бы, вот это вот спонсируют, то, что, да, приведи свою собаку, там, знаешь, этот, зайди сюда, пока ты там гуляешь с собакой, да, и это самое, и выпей. И, вот, очень, очень много людей туда появлялось, просто вот, типа, как, ну, я пошел с собакой гулять, а сам в бар. Какое гениальное решение. Чувак, ты знаешь, ну, там, блин, я бы сказал, ну, столиков 12, как минимум, вот, типа, с этой стороны бара. Как бы, другая сторона бара, это, типа, плюс-минус стандартный бар, ну, там тоже, как бы, не совсем стандартный, они косят под этот, под немцев, вот, там, типа, и все сделано так, этот, типа, деревянные лавки, и так далее, там, типа, притаскивают, там, вот, этот, закусом, типа, там, куча сосисок, с этой, как его, с этой капустой, типа, соленой. Вот, ну, и, да, короче, вот, вот так вот, как бы, мне нравятся места, которые, вот, делают такие маленькие приколы, где там, знаешь, как бы, ну, это вроде бар, но, но там поприкольнее, как бы, знаешь, просто, просто из-за того, что там есть своеобразные, там, маленькие приколы. Так что, кидать кости, типа, посмотрели, ты выиграешь бесплатный дринг, вот, но, да, по-моему, очень весело, вот, как бы, испытая свою удачу. Ну, возвращаясь к Нью-Йорку, что, что ты думаешь, там, этот, будет происходить? Ты думаешь, там, жизнь все еще будет бурлить, или все, как ты, съявываясь оттуда? Ну, я не знаю, в общем, на самом деле. Ну, я думаю, что, наверное, как раньше не будет, все будут такие, а может, и будет? Ну, я надеюсь, что будет, скажем так. Слушай, а почему ты не хочешь съездить, например, пожить в Калифорнии или во Флориде? Я пожил в Калифорнии, я жил в Сан-Франциско и в Сакраменто несколько лет. Тогда, тогда почему? Там такая жопа, блядь, туда не надо ехать. Как это, там, там, там большие... Я еще пожил даже в Монтерре, кстати, никто не жил в Монтерре. Это такое место посередине Лос-Анджелеса и Сан-Франциско. Там такая, самая, самая лучшая погода вообще во всей Америке. И почему тебе не понравилось? Потому что, блядь, нет работы, и дорого. А Флорида? Чем тебе Флорида не нравится? Флорида мне нравится одно такое место. Тампа и Сен-Пирис, блядь. Вот это вот место, короче. А все остальное говно. А почему тампах хорошо? Ну, первых, там работы много для программистов. Ну, это я слышал, мне много присылали. И просто там люди, там, короче, люди, как все, если не такие, короче, необщительные. Какие-то, блядь, ебанутые на всю голову вообще. Но, с другой стороны, там погода хорошая. Как бы, жить... Блядь, ебанутые на всю голову, зато погода хорошая, да? Нет, ну, как бы, я бы так сказал, что это самое лучшее флоридское, короче, место из всех. Потому что во всех остальных местах, там, такая беда. В Майами, это вообще, блядь. Какая-то жопа полная. А, вот конкретнее? Ну, там, блядь, какие-то кубинцы, там... Они тебе, там, подойдут какой-нибудь с пистолетом, скажут, давай деньги. И, там, я первый раз пошел в бар, блядь. Вот туда приехал, вот реально, приехал в Майами, пошел в бар. Мне, говорит, человек подходит, покупай кокаин, блядь. Я такой, нихуя себе. Просто зашел в бар, блядь. Ты ему не сказал, да, это я... Нет, ну, я, кажется, сказал хорошо, но он мне начал рассказывать, как у него плохая жизнь, в Майами так плохо, он хочет переехать обратно, там, куда-то, блядь. Ну, да, на Кубу? Я думаю, нифига себе, про детей рассказывал, там. Я просто зашел в бар, вот реально. И такая ситуация везде, вообще. Прям как в анекдотах, да? Я захожу в бар. Как в Одессе, там, вот анекдоты. Что-то... Кто-то хочет все время продать, там, купить и так далее. Много там всего продают. Так, ну тогда Алабама. Кстати, у меня первые... Я работал раньше в Capital One, короче, такой банк. У меня был первый начальник, и он индус, причем замечательный индус вообще, я люблю. И он получил свое образование, ну, как бы в Индии получил там бакалавра, короче, приехал потом в Алабаму. Бирмингхэм, да, да? Ага. Май хом, Алабама, блядь. Да-да-да, я там был. И, короче, получил своего мастера в Алабаме, короче, чтобы работать в Америке, типа. Сейчас он в Австралии живет, замечательно. И вот он говорит, Алабама, это, короче, вообще такое место интересное. Могут им... Вообще, там оружие разрешено? Ага. Может, он прийти, короче, вот так вот в бар, блядь, с шотганом, блядь. И кого-нибудь стрельнет, блядь, или там вообще вот просто стрельнет, блядь, там, не знаю, в потолок, блядь. Короче, только очковал вообще под эту тему. Вот, все, что я знал, Алабаме. Что там люди ходят с оружием, что ли? Да, с оружием и стреляют в потолок. Не, ну, мечкане тоже я... Я поначалу, на самом деле, не сильно замечал, вот, но... Этот, потом, как бы, когда присмотрелся, ну, и там, несколько раз, когда гонял в эти, типа, тир, вот, то, знаешь, там, заходишь в тир, там, ну, как бы, после работы, там, среда, там, знаешь, 6 часов вечера, там, блядь, 10 человек. Закатывают три девочки такие, типа, ну, смотришь, ну, как бы, знаешь, ну, может быть, первый год универа или еще что-то в этом духе, да? Типа все такие заходят, такие, хе-хе-хе-хе, ха-ха, там, знаешь, этот, подходит к кассе, типа, дай нам коллаж. Ну, вон, идут из коллажа просто страхи. Как бы, или, там, подкатываешь этот, колеса поменять, да, там, типа, выходит механик такой, типа, ну, да, сейчас это самое все такое. Сейчас поменяем, там, типа, поворачиваешься другим боком, смотришь, у него на этот, на ремне, там, висит, блин, на этот, в кобуре. Такой, нормально, как бы, я, я поначалу тут тоже немножко, этот, стримал, ну, как бы, знаешь, типа, о, ужас, там, где там, что-то. Не, как бы, нормально, как бы, ну, я бы не сказал, что у всех, но, там, у многих просто, ну, да, есть пистолет, ну, и что? Как бы. Да, тогда в Израиль точно тебе не стоит ехать. О-о-о. Там девушки красивые. Да. С автоматами. О, это еще красивее. У-у-у, хочу девушку с автоматом. Сильная женщина. Так сколько ты, сколько ты уже без работы тусуешься? Да. Ну, я не знаю, март? Серьезно. С самого начала, как, как только паника началась, так, так тебя просто взяли и уволили. Ну, я говорю, потому что я просто много получал. Возможно, возможно, а возможно решили. Я посмотрел реально. Да. Затраты. Потому что они так подумали, блядь. Если не секрет, какая компания? Тимово. Тимово. Это не секрет вообще. Серьезно. Для меня большое удивление. Не получили деньги на этот проект, и они подумали, кого бы сокращать, короче. Не раз таки. А вот человек, не индус, получает много. Ну, что ж такое? Не раз. Да. Я согласен с твоей теорией. Мне всегда кажется, что сокращение... Сперва людей выстраивают по зарплате, а потом знакомый... Да, оставим. Знакомый, нет, увольняем. Знакомый, нет, увольняем. Знакомый, нет, увольняем. А, кстати сказать, это место было не очень. А в каких отношениях ты вообще был с начальством? В каких отношениях? Когда ты контрактор, блядь, отношения всегда такие, что тебя ебут всегда во все места, вот и все. Если ты не контрактор, у тебя такие, о, там, молодец, чувак. Если ты заполнил, там, все ништяк, там, ты молодец, класс. А когда контрактор, там, блядь, тебе завидуют все вообще. Серьезно? Да. Контракторам завидуют? Ну, потому что им больше платят просто. А, подожди, а ты через этот, через контрактный дом или ты сам на себя работал? Конечно, контрактный дом. Я не знаю, что такое контрактный дом, но какая-то компания вообще. Ну да, через контрактное учреждение. А почему не сам на себя? Ну, потому что мне меньше. Не, я не хочу отвечать, там, какие-то там налоги, там, какая-то беда вообще. Нафиг. Почти одно и то же, на самом деле. Ну, не совсем, я бы сказал, потому что, как бы, если смотреть, как бы... Ну, это забирать 10 долларов в час за это все дело. Какие 10 долларов в час, они там 30-40 берут? Да? Да. Конечно, тогда, получается, я вообще был совсем дорогой сексуалист. Ну, да, как бы, так в этом-то и прикол, то, что, как бы, да, контракторы получают больше, но подчастую контракторы получают больше только из-за того, что контрактный дом берет довольно-таки очень хорошую там надбавку. Там, и у меня там одна знакомая, когда показывала, типа, числа, вот, то, что человек, который получает, там, допустим, 40, там, этот, допустим, с Варда брали, там, 70 с чем-то или, там, 82 доллара, вот, а человек на руки видел, где-то, 40. Ну, так вот, я был человек, который, вот, брал столько денег, даже не говорил по-индусски, блядь, это вообще... Что ж это такое? Кстати, скажи, какой там коэффициент эндокритической массы был вообще? Да, в общем, там, на самом деле, было, как бы, не все индусы, но какие-то люди, которые могут говорить из разных стран, но они могут говорить по-индусски тоже. Серьезно? А, ну, типа, Непал и все такое, да? Какой-то, блядь, там, Банглодэш, как-то, я не знаю, что, короче, какие-то мусульмане, там, блядь, я не знаю, это не важно вообще. Так, люди. Не, ну, ты так говоришь, что, как бы... Да нет, я, на самом деле... Это был, как бы, исключение. Просто я был плохой специалист, наверное, вот меня его... Исправил, типа, а-ля, вот, ну, там, типа, девять индусов, а я один, типа... Типа, не индус, да? Типа того. Нет, на самом деле, был даже человек, который говорит по-русски, там, несколько людей. Человек... Нет, нет, просто, нет, на самом деле, это не важно вообще. Просто уволились за то, что много платили денег, вот и все. Кстати... Это всегда так. Про деньги. Люди, я... У меня, у меня здесь назрел новый проект. Нужны деньги. Да, если, если вы хотите, если вы хотите увидеть Америку моими глазами, вот, то, может быть, как-нибудь соберем деньги. Я хочу поехать где-то в районе августа, хотел бы поехать в Теннесси. Вот. И Северную Каролину, да. О, слушай, это на Мято... Я там жил в Северной Каролине. Год целый. Ты там бывал когда-нибудь? По-моему, когда называется... Я был... Я жил в Аурпенкс. Это такое место, короче. Там острова в океане, короче. Полоска острова. Там есть Кирихак, где первый самолет запустили, знаешь. Интересно. Чего? Ну, я... Первый самолет. Я на самом деле этот... Я на самом деле хотел в другую сторону Северной Каролины. Это граница Теннесси и Северной Каролины. Там есть... Там есть горы, которые называются... И в горах дороги называется этот хвост дракона, по-моему. Я хотел бы туда съездить где-нибудь в районе августа. Поэтому давайте сфокусируемся на этой идее, что если люди хотят увидеть Америку моими глазами, то давайте собираем средства на поездку. Подожди, на мяде погонять? Да. Я вообще на самом деле, когда переезжал в Нью-Йорк, я переехал на машине из Сиэтла в Америку. Через всю Америку. Это, наверное, было эпически. Я переезжал, когда это была зима, короче, надо было ехать через юг. Я поехал там в Л.А. И дальше там Техас, короче. Ну, это я утрирую. Много было разных штатов и так далее. И потом вверх на... Как раз таки в Нэшвилл. То есть в Теннесси. Красиво вообще. Теннесси это замечательное место. Но там какие-то люди ебанутые тоже. Я не знаю почему, но... Не, ну и какие-то хипстеры какие-то все, да, ж... Какие-то там бисексуальные, блядь. Какие-то все странные. Так это же Нэшвилл, все правильно. Это родина рок-н-ролла, если я не ошибаюсь. Там можно курить в барах прям. Заходишь в бары и начинаешь курить, короче. И пьешь и куришь. И вообще настоящий человек. И там много разных баров и клубов. Вообще хорошо вообще. Все горит. Эти всякие огни там ночью. Про Новый Орлеан я тебя спрашивать не буду. Поэтому... Ни разу не было Новый Орлеан. Я хочу... Я сейчас... Я говорю, я жду пока закончится коронавирус. Я поеду тоже на машине. Обратно в Нью-Йорк. Поеду через Новый Орлеан, блядь. Здесь какая-нибудь Колорада ебучая, блядь. Все это... Нет, почему? Потому что там эти Rocky Mountains, они, короче, зимой там невозможно проехать. Я, короче, хочу через эту всю жопу летом. Как ты ожидаешь, что коронавирус закончится летом? Ну, потому что у них экономика же вообще в жопе, блядь. Ну, я понимаю, что экономика в жопе, это не значит, что коронавирус закончится. Закончится? А как же по-другому? Люди американские только волнуются о деньгах. Это правда. А-а-а-а, ты имеешь в виду про него просто перестанут говорить в новостях? Да вообще похер, им на все похер, они, блядь, раз, бабок, нет, все, коронавирус пошел нахер, короче, и все откроют. Да? Отменят всю эту изоляцию и все остальное, да? Ну, оно решится... Я так и мечтаю, по крайней мере, да. Как дорогой президент Трамп говорит, что все это решится пагическим путем, так что не переживайте. Да ладно, какая там магия, нам Путин уже сказал. Что он там сказал? Подожди, где там это видео было, что... Что это Путин, блядь, запустил вообще какой-то... Погодь, 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 там высказание вот буквально было... Подожди, сейчас... Это это? А что нам? Что-то там не грузится, да? Так. Значит, такова его судьба, да, вот. Заболеет, ну, заболеет, ну, станет инвалидом, ну, что такое, может даже что-то умрет, ну, значит, такова его судьба, ну, что? Да, такое бывает тоже. Ты знаешь, если честно, вот, если честно, Это меня чем Россия поражает, это вот этой прямолинейностью. Типа, ну, ну, блядь, ну, заболеете, ну, кто-то из вас умрет. Ну, похуево, что могу сказать. Вы работаете, ребята. На самом деле, я подумал, это немножко правда, в том смысле, что я думаю, что все получат коронавирус, так или нет. Да, чего мелочиться, блин, да, давайте уже это самое, сразу, типа, переболели все, ну, там, кто умрет, тот умрет, а все остальные, ну, что там, да, как бы, все нормально. Продолжаем работать просто. Мир социопатов я обожаю. Кстати, говоря о бизнесе. Вы знаете, у меня дома лежит, ну, этот, несколько старых хардрайвов для лутопов, ну, как так осталось. Вот, и я тут пытался один хардрайв продать, я не знаю, уже, наверное, месяц или два, ну, просто выставлено было барахолку, типа, там, 15 баксов забирайте. Вот, он стоял, стоял, и тут мне столько народу начало писать, один даже приехал, его купил. Потом другой написал на тот же хардрайв, я ему предложил другой хардрайв, он сказал, что, ну, когда он в наших краях будет, он заедет и его заберет. Я еще выставил третий хардрайв, так что бизнес идет, люди, я не знаю, коронавирус, не коронавирус, но вот, видимо, потому что все электронные магазины закрыты в Виндзоре, теперь. Магазин не купить, да? Ну, ладно, ну, что ж поделать. Жень, тебе тогда надо цену повышать, но... Я уже повысил. А, заебись, да? Конечно. В связи с коронавирусом, как бы, да. Я не повысил до нового хардрайва, но почти. В конце концов, у меня же есть совесть. Я не уверен. Или как здесь по-английски говорят, I wouldn't go that far. Да. Так, что у меня еще? Я не знаю, рассказывай про свою неделю, не рассказывай, помню. Вкратце, Женя. Вкратце, вкратце разосрался, или нет, со мной этот разосралась моя скрам-мастерша. А, вот. Срам-мастерша, ну, правильно. Наш скрам-мастер. А, я, я, честно говоря, я уже еще, еще очередную. Сегодня у меня закончился день просто немереной головной болью. Потому что, реально, я не знаю, вот, если, если судить по книгам, да, то тимлиды, они должны, вот, вести команду. Все, чем я занимаюсь, это просто тушу пожары. Причем, от, 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 от одной горящей урны бегу к другой. Иногда там не успеваю потушить, как уже нужно лететь на более, знаешь, такой шикарный пожар. Вот, короче говоря, полный дурдом. Ну, и, да. Расчетом где-то моей правоты где-то 85%. Что эта работа полный, полный отстой и полная, не буду матом ругаться. Вот. Но теперь, когда я попал в это кресло, я могу сказать с стопроцентной точностью, что... Что это работа отстой. Да, что я был тогда на 85% абсолютно прав. Можно было ставить ставки просто. Мне, мне, я думаю, я думаю, с этой работой и с работой с нашей скромастершей более плотно, я начинаю понимать, насколько мне, если раньше я это мог статистически с просто вот поведения людей и разговоров, как бы, просто вычислить, да, как бы, что происходит. И, знаешь, то сейчас, когда я... Сейчас ты прочувствовал на своей шкуре. Да, то есть я вот, знаешь, теперь я абсолютно понимаю, что люди просто хотят делать минимальное количество работы и не решать никаких проблем. То есть они жалуются, что что-то происходит не так, но при этом они не хотят это решать вообще. Это фактически как, если провести совсем, совсем графический график, если вообразить, вот, пардон за мое незнание русского языка, забывается. Я так красиво уже не выражаюсь по-русски. Вот, если это вообразить, то это примерно так. Представляете, у вас есть команда из четырех человек, которая работает в одной комнате, да, в таком небольшом офисе. И вот где-то посредине офиса кто-то просто насрал. Простите мой французский. Все кричат, что здесь воняет, но никто не хочет убрать. Да, и периодически кто-то говорит, что здесь воняет. И при этом все вокруг ходят, никто не обращает на кучу говна. Просто все как-то ее обходят магически, да, то есть они не смотрят на нее, но просто вот как-то вот никто вот эту вот диагональ, вот эту вот прямую линию никто никогда не пересекает, да. Но при этом на это никто не смотрит, никогда. И когда приходит очередной какой-нибудь ретроспективы на тему, почему же все так нехорошо получается, все стоят вокруг этой кучи как бы или около этой кучи говна, да, собрались в кружок и вот рассуждают. И никто, и никто не говорит, вы знаете, вот там вот реально в середине комнаты, смотрите, там дерьмо. Никто этого не говорит. Никто даже не говорит, что, вы знаете, вот прямо от середины комнаты, вот, ну, пасет. Нет, а один человек, который говорит, вы знаете, мне кажется, что здесь пахнет полным гамм. О, ты слишком негативный. Нам такого здесь не надо. Нам надо, чтобы у нас была команда дружная. И никакого негатива. Заткнись. А, в смысле, мы приняли твой фидбэк, и, конечно же, мы над этим поработаем, да. И вот это вот, и так дальше продолжается. Из года в год, из десятилетия по ходу в десятилетие. Вот так идёт. Жень, я бы сказал, что тебе просто тупо надо менять компанию, потому что если там такая философия идёт, то, ну, это, либо, а, будь как все, и типа, типа, обходи кучу говна и инновируй. А вообще вот эта вот, как бы, культура улыбаться и говорить, что ты такой хороший человек вообще, и всё ништяк. На западном побережье, в отличие от восточного, да, восточного, восточного тебе говорят прямо в лицо, ты, блядь, говно, сука, пошёл ты нахер, и всё, и ты уходишь. А тут вот на западном тебе говорят, ты такой хороший вообще, замечательный человек, я тебя люблю. И вот он тебя раз там увольняет, почему-то такое. Вот это вообще вот это вот такое говнище, культура. Я не думаю, что это от побережья зависит. Это побережье, реально, особенно в Лос-Анджелесе. Чувак, ну, я же тебе сразу скажу, что ты кусок говна и валяй отсюда. Ну, я не знаю, зависит, как бы, мне кажется, это от компании, как компании меняются, как бы. И, кстати, всё, что я хочу, всё, что я на данный момент для себя хочу, я об этом, я уже об этом думал, я даже с Ваней чуть ранее об этом говорил. А меня в компании сейчас, в особенности с коронавирусом, вообще всё устраивает. Я никого, блядь, не вижу, не слышу, мне выдают карту, я сижу, пишу говнокод. Ладно, говнокод я не пишу. Вот, но меня всё устраивает. Всё, что на данный момент я хочу, это просто, чтобы вернулся наш Team Lead. И занимался этим говном. Да, и занимался этим говном. И я, и я, и я, как бы, всё, и как бы с меня, с меня всё. Потому что, потому что это, это, там, там просто такая, там такие комические ситуации выходят. Когда, например, с Краммастершем я спрашиваю, типа, насколько моя была ошибка, потому что я думал, что это настоящий вопрос. Но, походу, это был риторический вопрос. Типа, ну вот почему один человек ушёл, и команда разваливается? Вот. И я, как бы, ей хотел объяснить, что проблема не в команде, а, как бы, проблема в системе. Вот, но поскольку я... Женя, только не надо никакой негативщины, пожалуйста. Да, вся система прогнила. Да, вот. Потому что я негативный человек, а ещё за день до этого я негативно повёл себя на ретроспективе и вообще не выразил уважения к ней, вот, то она меня слушать не будет. Вот. Что, в принципе, как бы, ну не я же рыдаю, почему один человек ушёл из команды, и всей команде пиздец. Как бы, я знаю, ей неинтересны, не мои проблемы. Так. Проблемы-то не твои. Да, я целиком, да. Как эти пингвины говорили, just smile and wave, boys. О, абсолютно, да. Я, как бы, как ни странно, чем, я как-то, когда я был старшим программистом, и вот бегал, и всё это руками там махал, и флажками, и всё остальное, там, огонь здесь, надо что-то менять, или, пардон, по аналогии дерьмо здесь, надо что-то менять, почистить, что ли. А вот, то, знаешь, как-то, видимо, после того, как со мной провёл работа мой менеджер, да, и как бы я заткнулся, сейчас, сейчас даже в этой позиции мне абсолютно, мне как-то ровно. Вот сегодня, например, в 4 часа я просто закрыл лаптоп, и мне всё равно. Я знаю, что завтра, то есть я знаю, что там проблемы, завтра будет полный пиздец на стендапе, полный. То есть без вопросов. Я уже знаю, что скромастерша скажет, она скажет очень мягким тоном, какие, что так же работать нельзя, всё такое. Что она в переводе на человеческий язык, что она говорит, что мы просто козлы, и не можем сделать задачу. Вот, а слушать про то, что задача тянется через 10 разных систем, о которых мы ничего не знаем, и вообще это всё было спланировано товарищем из соседней команды, и кроме нашего тимлида в этом проектировании никто не участвовал, а тимлид ушёл временно. Вот, то есть это ничто подниматься этого не будет. Непонимание того, что там 10 систем, и никто их не знает из нашей команды, и как бы вообще это ничего. Просто она скажет, она пассивно, агрессивно так тихонечко обольёт нас всех грязью, и скажет, что, знаешь, типа мы тут все такие. Вот, но я... Жаня, думай только об одном. Завтра пятница. Да, я знаю. Да, завтра пятница. У тебя ничего не зависит. Да, я знаю. И ещё? И ещё? Запомни, улыбайся, это всех раздражает. Мне улыбаться не надо, здесь камера не работает. Вот, но как бы я абсолютно спокойно к этому. Закрыл лэптоп, мне всё равно. Но пусть там хоть вся серверная комната сгорит, абсолютно всё равно. То есть... Да, а в твоей позиции так ещё самое замечательное то, что, как ты сказал, она же, по идее, за всё отвечает. Ну, как бы, она же, этот, срам-мастер, всё такое. Вот, ну, да, там, типа, главное, никогда не говори, этот, типа, напрямую. Типа, всегда говори, что, ну, я вот, типа, там, над этим работал, вот. Ну, не совсем получается, как бы, знаешь, никогда не говори, типа, правду. Правда. В таких случаях. Это, это просто, знаешь, я говорю, это всё риторические вопросы. То есть я просто тупой, я никогда этого не понимал. Когда менеджер меня... Ну, серьёзно, я просто глупый очень человек. И когда менеджер мне говорил, почему вот так вот такие проблемы, это был риторический вопрос. Когда срам-мастер спрашивает, ну, почему такие проблемы, это риторический вопрос. Никто не хочет знать, что, на самом деле, говно, вот, посередине комнаты, оно пахнет, и, как бы, все это чувствуют и обходят стороной. Но никто не хочет с этим разбираться, да. То есть придумать в команде систему, где один человек, один человек, который знает... То есть команда, наша команда в основном ориентирована на интеграцию между разными системами внутри нашей компании. Теперь в этой команде выбрать одного человека, который самый умный, смышлённый и быстрый, чтобы он ходил по всем встречам и собирал всю информацию, потом делил эту информацию и дал программисту кусочек. Программируй, 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 да. Вот. Потом всё это поставить в конвейер. Вот. То есть фактически программисты никогда не получают никаких дополнительных знаний, ничего. Ну да, это есть термин, называется это knowledge silo. Типа это единственный человек, который реально знает, что происходит. Вот. Потом из команды, например, абсолютно спокойно выдёргивать, допустим, как это, senior, то есть главного программиста или наш очень хорошего программиста, и заменять его двух джуниорами. Один, который только что закончил университет, а другой, который, знаешь, ещё нужно ему подкачаться, хотя бы немножечко. Вот. То есть вот так вот всё это поставить, и потом как бы, ребят, ну... А почему у нас прогресса нет? Да. Вы удивляетесь, почему у нас все эти проблемы? Особенно вот интервью, вот когда интервьюируют вот этих вот программистов, которые не из института, вот уже немножко поработали, там, лет десять, и у них спрашивают, короче, там, какую-нибудь задачу про... Как там, не знаю, как дерево развернуть, там, как-нибудь вот так вот, или там что-нибудь, не знаю, суперслово, какое-нибудь динамическое там программирование, блядь. Расскажите разницу между чёрными бинарными деревьями и красными бинарными деревьями, да? Во, вот такое мне очень нравится, когда спрашивают. А какие вы здесь используете? Блядь, ни то, ни другое. А что такое, там, блин, не знаю, семафор, блядь, и давайте потом... Зачем это всё, зачем? Ну как, они используются... Подожди, когда ты будешь использовать линк-листы вместо арей-листов, да? С одним поинтером, короче, разверните линк-лист, блядь. Нет, на самом деле, такое спрашивают. Я вот пошёл недавно. Я знаю, что они спрашивают, но только... Я им сказал, тут хорошая шварма, они другую продаётся, иди поешиваться. Не, у меня был ответ на это дело, это типа, ну как, линк-лист — это то, что мы практически постоянно используем, а линк-лист — это то, что в очень редких случаях используется, и надо реально посмотреть, или он тебе реально нужен. На что все трое чуваков, блин, на интервью заткнулись нахуй и перешли к следующему вопросу? Я вообще недавно посмотрел, какой-то сериал вышел, ну как мультипликационный. Ну, короче, рисованный сериал на Netflix. Называется Dominion Gospel. И, короче, там вот реально какая-то философия прёт, я посмотрел. Надо научиться быть hopeless, короче. Надо принять всё и понять. Надо быть hopeless. Всё. Жизнь будет счастливая и хорошая. Я согласен. Ух ты, надо будет посмотреть. Там, правда, первая серия про наркотики, это, короче, доктор Дрюс, он говорит. И ещё, что в них плохо. Ну, вот он про это говорит, что, типа, нормально всё, там, надо, короче, курить, что-то ещё. Не, ну всё хорошо в меру, конечно, но... Это надо пропустить, а дальше там какая-то вообще хрень про Magic, знаешь, вот Кей, который... И так далее. Это прям философия полная вообще. Ага. Меня ещё-то на драму потянуло, я этот, я тут смотрел этот, сейчас уже смотрю третий сезон, это Penny Dreadful. Ты знаешь, такая неплохая адаптация на тему поля вампиры и эти оборотни, там, всякие, знаешь, шаманы и всё остальное, типа ведьмы. Вот, довольно-таки прикольно. Единственное, что я думал изначально, ну, как бы подумал, что это будет про всяких там уродов, но это на самом деле драма, вот. Но мне жутко понравился именно момент их общения, типа, собрались, знаешь, в комнате, типа, оборотень ведьма и этот, и Франкенштейн на тему, да, и типа, о чём они будут говорить. Ну, и, как бы, на самом деле шоу очень даже солидно, и я согласен с этот, со скорым, так, типа, 8.2 АМДБ. Вот, довольно-таки хорошо сделано, прикольно посмотреть, типа, там, человеческие страдания. Кстати, кто смотрит этот... Я первые там, может, три серии смотрел или ещё что-то, ты имеешь в виду последний сезон? Последний сезон, да. Так что... Надеюсь, блядь, последний, да? Нет, нет, мне, кстати, очень нравится, ну, без спойлеров, конечно, и, как обычно, там, никаких ответов, всё становится только сложнее. Ты знаешь, меня это уже немножко напрягать начал, то, что, блядь, никаких ответов, всё идёт какой-то там дальше Бильберду, там ничего конкретно не говорится, ничего, вот, это конкретно, знаешь, не отвечается. Знаешь, я согласен, если, там, тебе дают один ответ, но, ну, создаётся два вопроса, они ответы не дают, при этом ещё два вопроса задаются. Мне, на самом деле, что мне нравится в третьем сезоне, по крайней мере, в Бесс-Ворлда, это то, что они поднимают очень интересную тему, и, по-моему, в этом подкасте я эту идею высказывал много лет назад, когда мы ещё с тобой в университете учились. То, что всё предсказано, наверное? Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да, вот, и тогда, тогда я помню, мы тоже это делали, по-моему, я не помню, если мы это в лаборатории обсуждали тогда, в университете, или мы это в подкасте обсуждали, вот этого я не помню. Да, это кто, блядь, вспомнил? Просто и потрясающе. Но, я думаю, может быть, это обсудить, когда закончится сезон. Ну, давай досмотрим сезон этот, тогда обсудим. Потому что, ну, мне отчасти, я, как бы это правильно сказать, не то, чтобы мне это не нравится, мне это просто, типа, о, боже, да, действительно, мы сейчас расскажем про то, что действительно там, ну, частично происходит. И, как бы, нету вот этого сюрприза. Мне как-то хочется, знаешь, какой-нибудь там фантазии, мне не надо, блин, мировой реальности. Нет, нету сюрприза. Ладно, неважно, давай оставим эту тему на... Когда закончится сезон, да. Да, вот, потому что у меня есть много интересных и грустных мыслей на эту тему. Вот, вот. Так, слушайте, давайте, давайте перейдем к этот, в обсудить, потому что у нас есть обсудить. А? Паузе. Ну, если хочешь, можно сделать паузу, но можно и в обсудить. Как хочешь. Давай, паузу. Давай. Так, давайте обсудить. Снайпер пишет, есть комментарии. Ага, от Евгения, вот. Вот, скопировал, оставил с комментариев, вытащил, обсудить. Так, хотя сейчас не время, предлагаю осудить. Женя, Ваня, вы посещали национальные парки в Америке. Йосимайт, никак я не могу это... Йос... Я не могу это выгодить слово. Йосимити. Спасибо. Йеллоустоун, Глейчер. Ходили по тропинкам, какие впечатлениям, может, собирайтесь поехать позже. Да, да, перед тем, как мы ответим на этот вопрос, да, я собираюсь поехать позже. Люди, давайте собирать деньги, потому что мне нужно поехать в Теннесси. Вот, и там будет один большой национальный парк. Вот, я даже похожу по тропинкам ради всего этого. Вот, поэтому... Обещаю, поэтому давайте собирать денежку, чтобы я в августе мог, как говорится, акция Америка глазами Жени. Вот, будет много интересного материала. Так, я... Парки мы еще не посещали, но мы жутко хотим. Я посещал. Я посещал. Подожди. А, точно так же. Так, я расскажу. Мне кажется, парки надо в Сиэтл ехать. Подожди, а ты никогда Йеллоустоун не был? Нет. Я был зато в парке, который вот в Теннесси. Там холмы такие, там есть пара каркционов тоже. Вообще, хороший штат. Очень хороший. Я, кстати, в Йеллоустоун... Женщина нормальная, да? Нет, там, на самом деле, женщинам тоже беда, потому что там программисты приехали опять. Где хорошо с программированием, там, короче, нету женщин. Новая тенденция. Программисты затесняют нормальных женщин. Там становятся все хипстеры, короче, с бородой, блядь, и начинают кофе, короче, там, пить. И женщины оттуда уезжают. Они хотят настоящих мужчин. Которые пьют виски, да? Которые их бьют, там, они... А, и любят. Я не знаю, но, в общем, так получается. Да, это интересно. Я хочу, на самом деле, съездить. Я хотел бы съездить в Йеллоустоун, но как там, никогда... Я бы тоже хотел... Йеллоустоун находится вот, когда там зима, там нельзя проехать, короче. Я когда переезжал, я не смотрел. Там гейзеры есть. Там вода. А гейзеры есть везде вообще. И в Калифорнии есть гейзеры. Их очень много. И в Миссури есть гейзеры тоже. Мы как-то с женой по поводу Йеллоустоуна говорили, но потому что появились дети, то как-то все это загнило. Ну, в принципе, как все остальное, но неважно. В Америке я был с женой, мы ездили в то, что называется Маммоткейв. Пещера мамонтов. Что-то в этом роде. Интересный парк был. Мы там гуляли по пещерам. Мы взяли, по-моему, небольшой тур. Где-то на 45 минут в пещере. Колоссальный. Там были, кстати, еще больше пещер. По-моему, там был двухчасовой тур. Представляете, два часа шататься по пещерам. Очень красиво. Очень красиво. Ну, как бы, знаешь, это тур. То есть там с тобой ходят и показывают пещеры. Ну, два часа, как бы, знаешь, там за два часа нормальный музей не обойдешь. Да, ну, ладно, я не знаю. Но мы взяли тур на 45 минут и прогулялись. Впечатляет. Мне нравится. Вот. И парк был, в принципе, довольно-таки интересный. Да, то есть там походить, посмотреть на всю эту живность. И еще из... Если мы говорим про Северную Америку, а не просто не только про Соединенные Штаты Америки, то мы еще были в этом, в... Как это вылетело из головы? Сейчас я вспомню, как он называется. Алганквин парк. Мы еще с тобой ездили. Да, да, да. Мы там были. Великолепные школьные годы. Да, это замечательно. А вообще, куда вот съездить в Канаде вообще? Вот когда откроется граница, куда поехать? Я только знаю Бридж, Колумбия и все. А что тебя интересует, в частности? Съездим в Монреале, он красивый. Кейбек-Сити тоже очень хороший. Советую, да? Больше, чем в Монреале, я в Кейбек-Сити. Ну, в Монреале... Монреале, кому не нравится. Не-не-не, в Монреале там что прикольное, то, что там много всяких... Как бы там там бурная ночная жизнь, все такое. Там типа этот... Днем это какая-то там лавочка... Это очень люди... Ну, я вот... У меня бывшая девушка гоняла, и она говорит, там какие-то люди очень, короче, грубые. Не, ну... Тебе с нью-йорским менталитетом нормально? Чего? Да, как бы... Они потенциально грубые, потому что ты не говоришь по-французски, если они думают, что ты, там, знаешь, какой-то, блин, из Онтарио. Вот. То, да. А если ты просто... Когда они начинают грубить, ты просто переключаешься на русский, и просто по-русски у них спроси, извиняюсь, что? И они сразу же переключатся на нормальный английский, очень этот... Как бы... Спокойно тебе все объяснят, потому что они просто поймут, что... А, ну да, ты не канадон, который просто не хотел выучить французский. Вот. И для меня это работало. Вот. И брат туда ездил. И там очень даже прикольно. Там много мест, где можно, там, знаешь, схватить травы и... Погулять по всяким там интересным местам. Там, как бы, не, не, без шуток, как бы, то, что... Ну, как бы, я там был, так сказать, в детстве. Вот. Но даже в свои, там, 15 лет, там, типа, чувак подошел такой весь этот. Типа, о, что ты какой-то грустный. Я такой, да, я, блядь, уставший. Ну, такой, ну, ладно, слушай, давай ксичок, что ли, выдуем, там, еще чего-то. Там, типа, этот, что там... Почему, когда мы говорим про Канаду, всегда все рано или поздно сводится к траве? А, потому что, как минимум, одна треть Канады курит траву, поэтому в Канаде все хорошо и не все-таки приятно. Вообще, на самом деле, в Нью-Йорке такая же история. Вообще, вот, если в какой-нибудь пойдешь побухать просто в какой-нибудь бар, выходишь просто постоять там покурить, не знаю, что-то... Тебе подходит, там, вот, трава, кокаин, блядь, там, героин, там, троллевали. Вообще, ты думаешь, ни хера себе, блядь. Легко вообще. Нет, на самом деле, кокаин, героин я еще не встречал. В Нью-Йорке я тоже, я тоже где не встречал, только в Нью-Йорке. Вот, выходишь, вот, реально, просто покурить, блядь. И тебе начинают, там, какие-нибудь чуваки, там. Ну, потому что, Нью-Йорке очень много состоятельных, блядь, там, еще, короче. Я не знаю, насчет состоятельных, там, но... Но, если ты хочешь поехать, культурно отдохнуть, то Куэбек, Куэбек, это... Я, мой совет, ты на лыжах... Замок, да, какой-то есть? Ты на лыжах любишь? Да, да, набережная там. Я был вот в этом, вот, как его называется? Монтраблант? Не-не-не, на Бридж-Коламбии, там какой-то есть маленький городок, тоже там, с замками, короче. Или там с Ванкувером. Если хочешь на лыжах кататься, то, опять, в Куэбеке я был в Монтраблант. Очень-очень-очень... Ну, короче, ехать во Францию, я понял. Ну, если средства позволяют, то да, почему нет? Я согласен. Не-не, ну... За границ надо валить в Францию. Не-не, чувак, в Канаде, скажем так, достопримечательности своеобразные. В частности, допустим, далеко от нас есть Гранд Бэнд. Это, типа, место на озере, вот, но там вся достопримечательность, что там, как бы, маленький такой, знаешь, старинно выглядящий городок, который прямо на берегу озера, вот, и там до хрена всяких, этот, кемпинг-сайт. То бишь, если ты туда поедешь кемпинг, типа, этот, знаешь, тусалай, то там, да, ты можешь себе купить, там, замечательно, как бы, знаешь, в лесу потусить. И, да, я думаю, в Канаде огромное количество вот таких вот именно мест, где там можно, знаешь... Канаду, это в лесу потусить. Либо в лесу потусить, либо, да, либо там, ну, как бы... Я хотел сюда съездить вот тут места, которые, короче, там вот на карте показаны, это Канада, но там все такое ледяное, короче, и там непонятно. А, тогда у меня есть тоже для тебя совет, если ты это хочешь, я тебе советую поехать в Нунавуд. Окей. Я там никогда не был, я предлагал своей жене туда поехать на медовый месяц, но, вот, я не знаю, что-то у нее как-то не очень с холодом. Ну да, я советую Нунавуд, однозначно. Угу. Я бы точно там поеду. Вечная мерзлота и все остальное, да? Романтика. Да, в Канаде, да, если тебе нравится именно природа и кемпить и все остальное, дохрена место. Суровая романтика Канады. Дохрена, куда можно просто покатить и этот, и покемпить, и все остальное, там, в лесу поторчать, там, порыбачить и тому подобное. Как Светл, короче. Алгалкин парк я бы не советовал. Мы с тобой там давно были, в Алгалкине, но... А что ты не посоветовываешь там? Если честно, мне кажется, что в Алгалкине ничего такого особо, такого выдающегося нету. Мне кажется, что он, как любой другой будет, в национальный парк с озерами и реками. Ну, я не знаю насчет любой другой, но по мне так замечательно. Пошел, блин, на речку, ну, не совсем Алгалку, но недалеко. Вот, пошел на речку, там, блин, наловил раков, блин, сварил. Вот, как бы, знаешь, вот эта вот дикая местность и все остальное, то, что можешь просто пешком пойти, там, 20 минут пройтись, выйти на речку, просто руками наловить, блин, долбанных раков и это самое, притащить, сварить. Ну, это романтично. Ну, интересно, почему вообще вот рак, это какое-то вот животное, назвали болезнь, блядь, вообще зачем? Ужас какой-то. Не знаю, почему корону называли короны, неплохое пиво. Ну, да, неплохое пиво, а тут болезнь назвали, блядь, в честь слов. Ну, вроде ничего выдающегося о пиве нету, но, как бы, все равно, зачем? Испортили бренд. Испортили животное. Какие впечатления? Ну, впечатления, надеюсь, поделились немного, собираемся куда-нибудь поехать позже. Я не то, что пытаюсь тут ставить рекламу, но я бы хотел поехать как раз в парк в Теннесси, поэтому я бы, это все зависит от вас, дорогие слушатели, если вы поможете собраться деньгами и поехать, я собираюсь поехать. А помимо Теннесси, Йеллоу Стоун я, наверное, смогу развести жену, если это коронавирус пройдет. Но у меня опции довольно-таки лимитированные, потому что ребенок. Вот, но в парке, я честно признаюсь, я небольшой любитель кемпинга. Я уже, я могу поехать куда угодно, где будет нормальный отель, мотель, комната, даже с раскладушкой, но никаких палаток. Я изначально никогда палатки не любил, но вот, да, максимально я поеду в парк, где ничего нету, если будет этот RV, то есть дом на колесах. Нет, 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 рядом с Алганком там до хрена всяких парков, где там, так сказать, задают тебе так сказать коттедж. Вот то, что этот, как там, в октябре ездили, или там в этот, в сентябре, что-то такое, ездили с мамой, то да, ну там, там как бы, ну, нормально. Я, я честно признаюсь, в моей данной ситуации, когда ребенок подрастет, наверное, я все-таки вернусь к поездкам в парке, вот, но на данный момент, если честно. А что там такого плохого, Жень? Ну, ну да, в туалет надо ходить там снаружи, ну окей. Я тебе скажу, что там плохого. Там нету текилы, пляжа и сигар. Вообще, на самом деле, вот с ребенком, вообще, самый низкий, вот Сиэтл, если ты программист, вот переезжай с ребенком, будет куча бабок, есть пляж. Зачем? Чтобы она стала лесбиянкой? Нет, вообще, может, если сужая, если сужая, если сужая, если сужая, если сужая, если сужая, это, как бы, уже не важно. Я говорю про ребенка, если жена станет лесбиянкой, это не проблема, а вот ребенок. Там есть пляж, лес, там, не знаю, можно курить сигары и, короче, много зарабатывать. Прекрасно. Много тратить. Много тратить. Собращаешься на переезд. Просто, просто, да. Я на данный момент, честно говоря, не смотрю, не разбираю поездки в какие-либо национальные парки вообще. Все, что я хочу, это пляж, ром, сигары. Все. Вот. И чтобы не надо было, я хочу куда-нибудь вот. Там по Флоридену надо княться. Не-не-не, в Флоридену, не-не-не, там поддельный ром, поддельный сигары. Нам это не надо. Там кубинские сигары, там уже эти кубинцы их продают. Да, там американские кубинские сигары. Я хочу кубинские сигары. Они приезжают, они приплывают, блядь, из кубы с сигарами. И тебе прям отдают. Это часть иммиграционного процесса, да? Вы отходили из кубы, да? Сколько вы привезли ящиков сигара? А, недостаточно. Пловите обратно. Оставляйте эти здесь, плывите обратно. Задобавьте. В будущем, да, я думаю, я поеду в Йеллоустоун. Летом, не зимой. Поэтому так. Ну, как бы, да. Я знаю, что, если вы еще хотите, ходили по тропинкам, ходили по тропинкам. Я честно признаюсь, я небольшой фанат природы. С природой прикольно, может быть, два дня, а потом у меня интерес пропадает. Поэтому, да. У меня после последней поездки, наоборот, немножко этот разодорился. В частности, с тем, что если у тебя есть достаточно, так сказать, инструментов с собой, или там... Моток, пила, плоскогубцы. Не, я имею в виду с точки зрения то, что вот именно на этом кепинге, то, что мы были, там было что прикольное, то, что, как бы, ты спал внутри, ну, как бы, дом, не совсем дом, это больше чем-то, ну, коттедж своеобразный, который еле отапливается, еще чего-то, но, по крайней мере, ты спишь внутри. Понимаешь, там, типа, если снаружи, там, ноль температуры, все такое, ты все равно не замерзнешь и так далее. Вот. Что, в принципе, хорошо, но при этом, как бы, ну, в туалет сходить, там, в туалет снаружи. Вот. И при этом, там, рядом речка, типа, ходи, там, лови рыбу, знаешь, сколько поймаешь, все твое. Вот. И при этом рядом стоит, там, просто, они поставили маленький столик, типа, этот, туда заходишь, и там у тебя есть все инструменты, чтобы, знаешь, отшкурить этот рыбу, там, почистить ее, там, знаешь, выдраки, кишки, все такое. То бишь, утром проснулся, с утра пораньше, знаешь, то, что рассвет, пошел, поймал, там, две-три рыбешки, этот, вычистил их, кинул на этот, гриль, пожарил, зашибись. Ну, просто, жизнь прекрасна. Главное, чтобы этот, привези с собой достаточно бухла. Вот. Как бы, и жизнь вообще замечательна, свежий воздух. Чтобы из медитации не выходить, я понял. Свежий воздух, речка, до хрена бухла. Телефон не работает, потому что, ну, блин, не ловит просто. И все. Это так замечательно. Это так замечательно. там, типа, ну, там, конечно, до ближайшего пункта, где телефон ловит, там, где километр два. Ближайшего пункта сдачи тары. А, блядь, до ближайшего магазина, где можно бухло купить, конечно, 15 километров, но, как бы, знаешь, ты туда приехал, блин, отдыхать, знаешь, оторваться от него. Затаривайтесь. Да, мы туда, мы туда приехали, там, как бы, мы приехали, по-моему, с тремя ящиками пива, вот, у нас там через день-полтора они что-то там закончились, пришлось ездить еще, но, как бы, да, ну, бывает, но зато весело провели время, блин, знаешь, когда вот этот хлебушек пивом заливаешь, типа, чтобы этот, чтобы рыба лучше ловилась, и при этом, знаешь, такой сидишь, рыба не ловится, не ловится, такой берешь этот хлебушек, пиво, которое только что пил, такой, блин, хуякс, блин, это сам обмакнул, закидываешь хуякс, блин, пиво, это, рыба сразу такая хватается, такой, так, понятно. Все твои разговоры, почему мне навеют только одни воспоминания, когда я был в девятом классе, у нас, у нас был такой своеобразный пионерский лагерь, нас взяли, о подробностях не буду рассказывать, вот, но мы туда приехали, вот, и я помню, там, первая ночь, ничего, вот, ничего нету, в смысле, потому что мы поехали в пионерский лагерь, девятый класс, понимаете? С исключением водки, да? Водки нет, в этом была проблема, ничего не было, и мы где-то на следующий день все собрались от мороженых, включая вашего покорного, вот, и вышли за территорию, то есть, если бы нас поймали, нам бы хорошо вложили, и потом мы бродили до ближайшей деревни, которую мы так и не нашли, вот, чтобы просто купить пиво, пионерский лагерь, это был своеобразный пионерский лагерь, я не буду рассказывать подробности, вот, но через два дня без пива я просто оттуда уехал домой в койк играть, вот, и, наверное, наверное, вот с девятого класса мое отношение к природе так и сложилось, ну, правильно, блин, кто же на природу без пива едет, да? Вы знаете, что во береге скаутов как бы подали в суд? Вот у меня тоже пионерский лагерь, у меня какие-то идеи такие, там, насилуют на этих бедных пионерах, в смысле, ну, скаутов подали в суд, то, что там эти вот вожатые, типа, насиловали детей, или что-то такое. Бедные, несчастные. У нас были, у нас были великолепные, у нас были великолепные скауты, они, блядь, нихуя не знали, где мы находимся, что мы делаем, а к тому моменту, как я уже приехал домой и играл в койк, а там, по-моему, до дома было, мы что-то там на электричке ехали час или два, вот, они очухались только к тому, когда я уже был дома и сидел, играл в койк. Мама такая приходит, говорит, слушай, а тебя ищут. Я говорю, ну, я дома, меня больше нашли. Пусть паникуют, да. Жопа это. Нет, ну, нет, Жень, если серьезно, в Канаде, блин, особенно в Кюбеке, до хрена мест, где можно закемпить, это вообще просто абсурдно. Много мест. Я не спорю. За Монреал, блин, меньше часа выехал, блин, за Монреал, и все, и ты в лесу, там, знаешь, там у тебя водопад, там, блин, среди деревьев. Ты ты Костику рассказывай. Я, я целюсь. Как бы, сидишь, главное водяра с собой, блин, привези достаточно, чтобы было, ну, как бы, чтобы хватило время провести. На себя, жену и ребенка. Я понял. Так, ладно, люди, давайте двигаться дальше. В общем, мы поедем, вот заключающие мысли по поводу этой темы, да, мы поедем в любой парк, где будет этот водка. Вот. Гром. В любой национальный парк, прямо сегодня. Вот. Из телеграммы мистер Ковалев пишет, расскажите, пожалуйста, про ваши финансовые, финансовые отложения. Куда и на что откладываете, сможете ли прожить на год вперед в случае безработицы, работицы и так далее. Ну, кто хочет рискнуть и ответить мистер Ковалеву, а? Я могу прожить два года, я вот посчитал. Хуя себе! Два года, два года. Тебе действительно много платили. Ну, я просто копил. Нет, я вкладывал всякие бумаги там. Вот вкладываю сейчас. Туалетом, что ли? Не знаю, блядь, Боин какой-нибудь вкладываю. Вот он упал вообще конкретно. Кстати, потом он поднимет. Нет, реально надо этот, сейчас немножко прерву на счет вложений. Я тут из некоторых источников слышал, ну, не совсем, как бы... И вообще вкладывал биткоин, это у меня самое удачное вложение. И Этерием. Поднялся, я вот вложил, там было 150 долларов, а потом поднялся полторы тысячи долларов. Ты успел продать? Серьезно, Этерием полторы тысячи. Серьезно? Товарищ, я не криню, я серьезно говорю. Не криви сердцем, скажи. Я купил 30, 30, я, по-моему, там 40, по-моему, 40 купил Этерием. Он был за 150 долларов, там. И потом он поднялся за тысячи пятьсот, я продал. Молодец. 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 Война логи заплатил? Сюда не было никаких. Молодец. Я с тобой целиком согласен. Да. Криптовалюта. Тут говорят, что как бы в Америке сейчас рефинансы делать это очень-очень-очень хорошо. Там, короче, одна девочка, с которой я играю, вот, она, типа, говорит, что ее знакомые сделали рефинансы дома и скинул, короче, скинул 10 лет на моргидж и при этом его сейчасшний моргидж на 200 долларов меньше, чем у него до этого был. теперь представь себе, представь себе, насколько это прекрасно. Допустим, у тебя на 25 лет, да, моргидж? Да. Ты делаешь рефинансинг, вот, теперь у тебя на 15 лет моргидж, и ты платишь на 200 долларов в месяц меньше. Красота, шикарно. Да, и сейчас, на самом деле, очень хорошее это время, чтобы вот это все финансово там вкладывать и все остальное. Ну, давай, во что вкладываешь? Товарищ хочет знать, во что ты вкладываешь? Какие у тебя отложения? Вообще, сколько ты там можешь прожить? О, чувак, я абсолютно тупой в этом смысле, поэтому я вкладываю в носок, и, ну, на год мне хватит, я думаю, я проживу. Вот, как бы, даже живя из, знаешь, носка, да, ну, как бы, не, ну, в носке у меня, конечно, хватит буквально месяца на три, наверное, но, вот, ну, но если еще и в банк зайти, то, я думаю, на год хватит. Да, у меня в плане финансовых отложений, ну, откладываю деньги, но, вложения, вложения у меня в основном три, это обучение, фонд для обучения ребенка, по-моему, про это я рассказывал, в Канаде есть специальная программа, вот, в Америке тоже есть такая программа, вот, поэтому я вкладываю туда, и эти деньги, естественно, вкладываются в различные акции, в основном, в основном, пардон, в основном вкладываются в ETF, но за этим следит в основном моя жена, за фондом ребенка, потом вкладываю в пенсионный свой личный фонд, потому что это, это по налоговым соображениям, да, то есть, у вас есть в Канаде, например, выбор, если, здесь есть специальный аккаунт для, как бы, пенсии, и, например, каждый год, если вы там заработали определенное количество денег, и вам нужно заплатить налоги, у вас есть выбор, вы можете отчислить деньги в пенсионный, свой личный пенсионный фонд, и это послужит вам, по-моему, в пропорции один, два к одному покрытия налогов, то есть, если вы, государство, должны тысячи долларов, вы можете, например, вложить в свой пенсионный фонд две тысячи долларов, и тогда он мне нужно будет платить налоги, вот, я откладываю в это, потому что налоги я плачу, вот, и платить мне надо, и поэтому я просто вкладываю в пенсионный фонд, и эти пенсионные деньги потом я вкладываю в рынок, опять же, в основном ETF, то есть, я не покупаю индивидуальные акции, компании, вот, никакого там Боинга, вот, но я как бы вкладываю в пакеты компаний, грубо говоря, ETF, вот, ну и все, а все остальное это долги, 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 поэтому, как бы, вот так вот, финансирование, ну, а ты не плати долги, жди спокойно, ну, это тоже есть такой вариант, не платить долги и жить спокойно, вот, ну, как бы, да, деньги, деньги вот так вот и расходятся между всеми этими тремя, да, на самом деле, вот такой ролик был насчет долгов Сэма Хайда, я не знаю, на такой комике, короче, он говорил, такой вот, вот есть там, не знаю, там, две тысячи долларов долгов, ты, короче, ему говоришь, такой, чувак, ну, ты приходит, который хочет отобрать тебе бабла, он тебе говорит, ну, платите, платите там 300 долларов в месяц, ты ему говоришь такой, чувак, на меня наехала машина, там, блядь, я остановил ногу, я такой могу платить 3 доллара, короче, он говорит, окей, ну, короче, и все, я 3 доллара, блядь, и так вот набираешь долгов и платишь там, не знаю, 12 долларов в месяц. Да. Ну, во что-то еще вкладываешь, товарищи, расскажи. Я вкладываю в ETF, тоже. Самое лучшее вложение, я понял, короче, ты, если нанимаешься на работу full time, только надо искать правильную работу, надо смотреть, если они сократят, ну, как бы уничтожат, и смотреть, сколько они дают, короче, the package, когда ты laid off. и я вот так вот два раза, короче, сделал. Подожди, то есть, когда тебя сокращают, тебе еще и платят за это? Ну, это же, если ты full time, тебе дают package, короче, severance. Да, 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 и надо смотреть, мне два раза дали, блядь, 60 тысяч долларов, блядь. Это самое лучшее вложение. Хорошо же им обошлось, тебя уволить. Да. Нет, это в Capital One было еще где-то. Ну, в Boeing как раз тоже сокращали. Если тебя выполнять, тебе дают 60 штук, да? Да, нет, там просто иногда бывает на месяц дают, как вот JP Morgan дают на месяц, а иногда бывает там на полгода где-то еще дают там зарплату. Самый лучший. У меня еще тогда такого никогда не было, но я запомню. Нет, на самом деле Capital One это вообще самое лучшее место, если в банке как раз обозначить. С точки зрения всего вообще. А, так тебе там понравилось все-таки, да? Нет, там вообще было, это, я работал в стартапе, которого купил типа Capital One, но вообще там такая культура, там типа поэтому их взломали с первым. Знаешь, они все ввели в Cloud и их, короче, взломали в Amazon Cloud. Все, блядь, банковские, включая мою тоже, карты, короче, сдали этим людям. Но там просто самые продвинутые вообще-то в банковской структуре, короче, технологические типа банки. Все остальное это вообще... Ты меня пугаешь. Что, даже на Кабуле не писали, что ли? Вот на Кабуле, вот я на самом деле подал на безработицы этот Кабул, все, блядь. Кстати, да, говорят, что большие деньги сейчас в Кабуле. Конечно, большие деньги, потому что, блин, этот, большинство финансовых структур в государстве на Кабуле до сих пор работают. Вот тоже хорошее вложение, безработицы, безработицы, вообще ничто. Надо знать, какой штат. Вот если в штате Нью-Йорк никогда не подавали на безработицы. Надо подавать, не знаю, в штате Вашингтон или Нью-Джерси, допустим. Потому что в штате Нью-Йорк там, по-моему, платят 450 в неделю, а буквально через реку платят 700. Да, блин. Слушай, надо действительно, блин, наверное, мотать в Америку. Столько всяких оппортюнити, да? Ну, смотри, Нью-Йорк, Нью-Йорк, вперед. Ну, я не сильно горю Нью-Йорком, потому что мне не жутко нравятся большие города, как бы, ну, такие, типа, Торонто. Бруклинт, там небольшой город. Да. Мне чем-то даже Виндзору нравится, потому что он такой весь спокойный. Деревня, деревня. Да, деревня, блин, сидишь, блин, на 20-21 этаже, блин, смотришь, блин, из окна, видишь сразу три полицейских машины, патрулирующие, чувствуешь себя очень в безопасности. вообще, серьезно, хороший город Портланд, в Орегоне, да и даже в Мэйне тоже. Хороший вообще город, во-первых, там не нужна машина, и он маленький. Это вот как в России вообще город. Реально, там ходит общественный транспорт какой-то там, light rail, и, короче, город как бы маленький. А там программистские работы есть в Портланд? Да вообще дофига. Там налоги есть тоже, но в Шерону нормально. Налоги, правда, есть. Нет, в Сиэтлане просто нет налогов. Налоги есть, да? Нет, потому что туда переезжает, вот в этом, сейчас, я думаю, поэтому это и ништяк города, потому что, короче, все люди, они переезжают в Сиэтлл, потому что нет налогов, в большей плате, и в этом все, короче, мужики. А в Портланде там еще есть, короче, бабы, там разные всякие индустрии, там есть развлечения и так далее, то есть там много женщин и много мужчин, которые такие, подумай, мы не поедем в Сиэтлл с этими геями тусоваться, мы будем здесь, короче, меньше зарабатывать, типа. И там хорошо, вообще, хороший город. Погода хорошая, вообще, все время. То есть, ну там нет солнца, там, типа... Разъясни, хорошая погода. Ну солнце нет. В январе какая там погода? Ну там нет снега, допустим. Там, может быть, максимум негативная погода, это, может быть, минус 3, минус 5. Но там не очень жарко тоже. То есть там хорошее. Идеальное место для миата. Одинаково. Ваня, вперед. И при этом есть бабы, короче. И там, короче, такая штука, что там, вот в Светле есть такой, типа, даунтаун, короче. Ну, как бы, там много небоскрёвов, короче, там всякая фигня. А вокруг какая-то жопа вообще. Там ничего нет. Там есть несколько районов, ну, как бы, такое все очень. А там нет такого. Там есть даунтаун, какой-то херово, короче. и там, как в России, короче, там прям вот такие neighborhood, это, короче, как район, там какой-нибудь северный, блядь, я не знаю. Ну, или там южный. Ну, как в России, наши города. И там, короче, каждый, как бы, район, это как маленький город, короче. Вообще ништяк. В каждый район приезжаешь, как новый город. Мне очень нравится. Но, нравится, я все-таки в Нью-Йорк поеду, да, там больше дом. Ну, в принципе, кому что, да, я понимаю. Ну, это вот особенно с семьей, вообще. Там еще и можно дом купить. В Америке же вообще такие хорошие города, там не купили дом. А там дом, ну, может, четырестысяч стоить. В всем центре города, ну, в городе прям. То есть, реально вообще. Можно купить. Мне очень. хорошее, там все любилизовано, все хорошо. Самое большое количество стрип-клубов и пивных, пивоварен, там, не знаю, в Америке. И пивных учреждений, да? Хорошо. Возьму на заметку. Если чего, в Портланд валить, да? Одна беда, только там зимой, короче, нет солнца вообще. Ну, как вот в Питере каком-нибудь, там спать все время хочется. Такое вот грюмое, говоришь, состояние. Но потом все время солнечно. Там несколько месяцев херово, потом нормально. Ну, несколько месяцев херово, потом нормально. В принципе, и Мичигане тоже, как бы. Так, вы закончили, вы закончили тему про это, финансовое отложение? Вы как-то так съехали плавно. я, я, финансовое отложение, да, я откладываю все на банковский аккаунт, и когда надо, я беру. Деньги нужно тратить вообще. Да, я бы потратил, Amazon, блин, что-то, блин, тупит. Ну, блин, и тем более, что мне особо много чего-нибудь надо, как бы, я что, ром-виски купил, и, мне вроде нормально. А, нет, подожди, я тут, у Puma была распродажа, типа, 70% скидка, вот, там, блин, Puma в футболке, блин, что-то по 10 долларов, вот, там, какие-то ботинки, которые нормально, там, 120 купил за 40, там, что-то такое. Ваня, потратьте вы, этот, отложение на великолепную поездку в Теннесси и новую мяту для меня? Да, поехали, блин, елки-зеленые. Серьезно? Новая мята? Ну, ты вообще, друг. Новую, в смысле, новую 2020 года мяту? Нет, Ай, блядь. Ну, тогда спроси меня в 2021 году, если, если все деньги не потрачу, то давай купим тебе мяту, блядь, ты заебал. Блин, ну, ну, заебал, ну, блин, купи себе мяту, ну, елки-зеленые, ну, ну, я, я, конечно, понимаю, что у меня отчасти там, типа повезло, с этой мятой, то, что за сколько я ее купил и все остальное, да, вот, но с другой стороны, я не знаю, с твоей комплекцией, я думаю, тебе третье поколение надо или, или новое, с телескопическим рулем и все остальное. Я согласен на новое, с телескопическим рулем. Я готов, Ваня, бери меня и вези. Я готов, поехали. Я бы сказал, тогда надо взять немножко, чуть-чуть, этот, юзанную, типа, использованную, знаешь, там, как в этот, там, в Дирешепе продавалось, что-то там, 2017 года, за, что-то, 17 тысяч, на ней, там, 40 тысяч километров, было, там телескопического руля нету. Нет, что, в 2017 не было? Не было, с 19 началось. А-а-а, понятно. Так, ладно, люди. Ну, я думаю, в 2021 надо будет найти, просто тебе за 20 тысяч купить и все, блин, будет тебе счастье. Я жду. Давайте, антигеймерский спрей в Канаде продается. Чего? В Канаде выпустили антигеймерский спрей для пар, несчастных в браке. А-а-а, короче, какое-то казино в Канаде продает антигеймерский спрей. Я не совсем понимаю, как его использовать, но, насколько я понял из текста, о продукте, а использовать его нужно, прыская, видимо, в том месте, где твой нелюбимый или любимый человек играет постоянно в игры. Судя по отзывам, предоставлены... А-а-а, это типа как этот, фартон. Типа, обосри ему лаптоп, чтобы он его не трогал. Я не знаю, здесь, здесь, здесь какие-то такие приятные отзывы прямо в статье о том, что раньше он все время сидел за джойстиком, а потом я использовал спрей, и теперь мы вместе. Вот. Какие-то очень подозрительные отзывы, если честно сказать, но... Да. И по большинству из трех отзывов два из них жалуются на женщин. Моя девушка типа проводила все время с Геральдом Риверы. Проводила время с джойстиком. Ну, нет, Геральд Ривера из Ведьмака главный герой или игры. Вот. А теперь она проводит его со мной. Типа попрыскал. Вот так. Это какие-то нехорошие девушки. Антиспрей про из таких девушек, блядь. Я не знаю, у нас с Геральдой девушки хорошие, они даже всех их называют там, типа, одна гельдовская мама, другая еще чего-то там, заправляют всем делом, блядь. Ты знаешь, на самом деле скажу вот интересный момент, то что жалко, что недостаточно девушек играть в Варкрафт или еще что-то, да? Потому что они на самом деле очень хорошо устраиваются на роль административной роли. Да мы хозяйки! Административную роль? Да, это то, что я имел ввиду, да-да-да. Именно. Распоряжением ресурсами. Знаешь, как ни странно, кухня сменилась на мир Варкрафта, а делать надо все то же самое. Отбирать у мужиков бабло и администрировать куда кто ходит и кто на что тратит. Да. Да, и ты знаешь, гильдия работает просто замечательно. просто замечательно и все там типа с вопросами Хони, пожалуйста, сделай мне там зелье такого-то, приготовь мне вот такого-такого-такого, да, пожалуйста, меня зарегистрируй туда, там надо это самое сходить. вы, кстати, вы помните, в России был такой мультик своеобразный для взрослых, там, где, значит, я точно мультик не помню, но там примерно так, что мужик, значит, там, бежит к женщине и поет ей песню о том, что дорогая моя, я подарю тебе солнце, луну, бля-бля-бля-бля-бля-бля, вот, и как бы и мультик начинается там с доисторических времен, в каменном веке, да, где первый человек, значит, поет песню, вот, а потом женщина, значит, показывает женщину, там, которая, значит, опять жарит еду, да, и там чистит какую-то своеобразную посуду, потом этот мультик продолжается, типа, там, бронзовый век, металлический век, я не знаю, там, информационный век, да, там, где человек, там, опять поет, мужик поет песню, и потом мультик заканчивается веком космических путешествий, где опять мужик поет женщине, что, дорогая, у тебя там Сатурн, Солнце, и все остальное, вот, и они там на космическом корабле, и где-то в углу все еще вот эти вот, там, сковородки, да, ждут, когда она их почистит, и вот, когда века, вот это все меняется, да, а вот административной, в кавычках, задачи нет, и, знаешь, вот вроде, вот вроде, эта игра, да, Вовка, а все прибегают к мамке, и говорят, сделай мне пожрать, и пасенчиков, пожалуйста, в дорожку, не заканчивается, да, это так замечательно, они это так воспринимают близко к сердцу, и стараются всем услужить, это так, это так замечательно, это просто, просто офигевает. Это так по-домашнему, да, да, знаешь, это по-нашему, типа, слышишь, приготовь мне там, блин, пожрать, да, на дорожку, ну, я хочу блинов, сейчас, а то мне там, блин, сейчас злого дракона надо замочить, вот, ну, на голодный желудок, как никак, можешь мне там приготовить, пожалуйста, большое спасибо, да. Супчик плюс 8 интеллекта, пожалуйста. и плюс 8, там плюс 10, еще там этот, есть рыбка, то, то, что самое, плюс 8 маны на 5 секунд, блин, дают. Так что он, знаешь, это замечательная вещь, а сейчас зелье вышло, то, то, что плюс 12 маны на 5 секунд, уууу, так вообще, блин, рыбки сожрешь, зелье выпьешь, так, ух, как хорошо, сразу, знаешь, силенок придает, так заебись, заебись, блин. Кость, тебе полу пара варкафт поставить. Я, я вчера буквально там, я чуть-чуть, этот, зашел, на альтерак, типа, и я совершенно случайно, там же есть эти, такие, world buffs, так сказать, ну, когда там кто-то дракона убивает, еще чего-то, да, там, типа, всем в городе дают большой баф, типа, идите там, покоряйте, все такое. Ну, я в городе сидел, ждал, пока этот, начнется, бойня, короче, с бафом такой зашел, такой, блядь, сейчас меня замочат, блин, жалко, что оно, это, пройдет. Ничего, час спустя, как там, ну, почти сейчас у нас битва была, вот, я, я весь этот час ни разу не помер, вот, я даже там зелье выпил, и все остальное, такой бегал, так, знаешь, замечательно, я себя вообще пубом земли чувствовал. Возможно, мне стоит купить этот спрей. К Ване зайти домой. Да ты задохнешься. Я помню. Ну, в общем, на самом деле, вот, если возникает такой вопрос, что ты играешь больше в игры, чем общаешься с женщиной, так это нехорошая женщина. Правильно, а что она не играет? Хочешь пообщаться, пусть залогинится и пообщается, как все нормальные люди, да? Сейчас, по-моему, все залогинились с коронавирусом. А, да, это, кстати, замечательно. Кстати, да, у меня сегодня было по этот, у меня сегодня было день рождения у двоюродного брата была зум-партия, да, то есть, такая, вечеринка прямо в середине дня, 12 часов дня, и все по зуму залогинились. У всех была еда, кроме меня, вот, и, ну, у меня тяжелая ситуация дома с едой, вот, но я достал, я не помню, что я достал, чего-то 40-процентного, поэтому 12 часов дня вместе со всем выпил по зуму. Ну, может быть, стоит нам организовать бух-партия от канадского властя? Да, в общем, на самом деле, на работе уже устраивают, так что, я когда жил, короче, в Нью-Йорке, там были какие-то вечеринки, короче, знаешь, там, какой-нибудь, как это называется? Вечеринка ля вечеринка. Warehouse, как это? Складская. Да, склад какой-нибудь, раз, и там в вечеринку бах, короче, там приезжает какой-нибудь диджей из Берлина, блядь, вообще ништяк там. А сейчас, короче, все это по зуму, я думаю, что за херня? Зачем это? Пошли вы нахуй, блядь, я и сам дома выпью, Ужас. Вы знаете, я на самом деле был, я на самом деле был очень приятно удивлен вот этим всем день рождениям по зуму, потому что иначе мне пришлось бы два часа ехать на машине с ребенком и женой в соседний город Лондон, и коронавирус это очень позитивно влияет, по крайней мере, пока что на мою жизнь. когда ты не хочешь их видеть вообще, но тебе в принципе надо. И все это было хорошо до того момента, когда один из присутствующих сказал, нам надо это делать каждую неделю. Я такой, да, возможно, возможно, зум это не самое хорошее, как это, разобретение. Да, я такой, когда что-то легко, люди начинают это делать, правильно? То есть, простой психологический факт. Вот, поэтому, проклятый зум. Ну, не, не, просто, как бы, смотри, если это тебе не в тягость, то, как бы, хотелось бы поприсутить лично, вот, а если это что-то такое, там, типа, э-э-э-э. Я не против, я не против поучаствовать лично, но два часа ехать в одну сторону, это напряжно. Хотя, хотя ребенок, я честно скажу, ребенок, ребенок до пяти лет избавляет от многих моментов, потому что дети до пяти лет, они довольно-таки часто, в особенности, если они ходят в детский сад, они очень болеют много, и в итоге «А, я бы хотел приехать, но ребёнок болеет!» В смысле он болеет, да, очень плохо, да. Плохой папа. Ну да. А сейчас все болеют, поэтому не судьба. А, ты знаешь, меня батя приглашал на этот, на Пасху. Да, знаешь, я бы ждал. Я весь год ждал, я так хотел на Пасху в семье пострещаться, но, знаете, коронавирус, я не хочу вас ничем заразить. Новые мяты на барахолке появляются каждый, блин, ёбаный день, но цены несусветные. Ну, жди, пока будут нормальные цены. Вот, пожалуйста, я, пардон, поскольку уже подкаст пошёл под откос по-любому. Мята, 92-го года. 92-го года. Это фактически сколько ей уже лет? Ваня, посчитай. Я в 8... Подожди. Не, она же все проржавеет. Понятно. 28 лет? 28 лет автомобиля, да. Нержавое всё такое, тонированные стёкла, как будто это... А, не, здесь... Fucking leather. Как по-русски будет? Кожные сидения, там... Power Windows, то есть электро... Электро... 10 тысяч долларов! 10 тысяч! Женя! Доллар! Женя, тебе надо... Я купил этот... Как он называется? Honda Civic. 2012-го года за 7. Да. Хорошая машина вообще. Да при чём здесь это? Нет, просто сейчас первые поколения МИАТа, они в основном жопают на МИАТ. А там ещё эта вот крыша, блядь, ненастоящая какая-то. Так в этом есть прикол. Чего? Ну, вот это вот. Кабриолет, блядь, или как? Тебе надо к нам. Тебе надо к нам. Да, чувак, ты вообще не знаешь, о чём ты говоришь. Это замечательно. Тебе всё своруют. То есть, надо расстаться уже, если ты поставишь там какую-нибудь аудиосистему, тебе точно своруют. Это номер один. Номер два, это вся хрень. Подожди, а кто это ворует? Сейчас аудиосистему ворует? Я думаю, аудиосистему уже давно не воруют. Всё воруют вообще. Я не знаю, если же в Сиэтле, я говорю. То есть, тут бомжи, короче. Так это у вас, Сиэтле. У нас в Виндзоре, я, блин, приезжаю на этот, в магазин, типа, блин, в Walmart, нахуй. Ваня машину вообще никогда не закрывает. Он ни в гараже её не закрывает, блядь, ни дома, ни в магазин, он её вообще никогда не закрывает. На самом деле, это зависит, наверное, от места, да? То есть, в Нью-Йорке, наверное, не особо своруют, я согласен. А в Сиэтле или там в Сан-Франциско какой-нибудь, ну, в Калифорнии, или в штате Вашингтон, или в штате Орегон, ну, вот, в общем, на западном побережье. Тут есть закон, короче, если твоё имущество стоит меньше, чем 500 долларов, то полиция тебя не арестовывает, короче. То есть, тебе своруют телефон, блядь, там, я не знаю, разъебут машины, там, всё своруется внутри, никто тебе ничего не сделает. Даже в тюрьму не поставит. Поэтому, я об этом говорю. Потому что кабриолет тут, блядь, это какой-то, надо просто расстаться. Так, нет, наоборот, ты доставляешь его открыто, как бы, знаешь, всё открыто, ну, да, у меня там фактически ничего нету, ну, что там можно спиздить, блин, какие-то пластиковые, блин, солнечные очки, ещё что-то. Там ничего нету. Там ничего нету. Ну, да, вот именно, вот так все и делают. Я поэтому затонировал задние стёкла, всё положил назад. Знаешь, и вообще, зачем закрывать крышу, чтобы её порезали, что ли, чтобы увидеть, что внутри ничего нету? Нет. Оставляй машину абсолютно открытую. Вот, знаешь, открытая крыша. чтобы они, даже если кому-то позарился, он такой подошёл, посмотрел, что там, блин, это... А, и ещё этот, коврики не мой. Ваня уже на новом уровне, он как-то, наверное, медитирует очень много. Как бы, коврики не мой, раскидай всякого там, знаешь, мусора внутри, и всё такое. Знаешь, когда все увидят, что там, знаешь, пепельница полная, как бы, внутри всё там раскидено, там какие-то задрюпанные, там, перчатки какие-то, ещё чего-то там. Они подойдут, посмотрят, ну, блин, ну, понятно, там, нечего ловить, пошли дальше, да, типа, ну, чё рыпаться? Как бы, машина и так открыта, блин, ну, кто оставит открытую машину, если там что-то есть ценное? Даже если в бардачке лежит, там, я не знаю, твой паспорт, ёбаный, или ещё что-то в этом духе. Как бы, ну, никто же не подумает, как бы, машина-то открытая, правильно? Это всё психология, это стандартная, простая психология. Я, блин, я её сколько оставлял, блин, там, подъезжаешь, ну, ну, паркинг там перед ликёркой, ещё чего-то там, перед этот, блин, ну, запарковал, ну, да, открытая машина, и чё? Баня, в Лос-Анджелес, короче, живет. У тебя на Лос-Анджелес переезжать. Так чё мы постановим по поводу антигейминг спрея? Антигейминг спрея? Покупайте. Ты знаешь? Я думаю, такой нехороший женщина был покупать. Да, это, 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 как бы, если, если человек ценит игру больше, больше женщины, но, мне кажется, это больше проблема в женщине, чем, чем в игре. Ну, я просто, как бы, это, это обсуждение не могло закончиться никаким другим образом, поверьте мне, дорогие слушатели, это не могло этим, ничем другим закончиться, потому что никак. Чувак, если бы я сейчас сидел, играл в Вовку и пришла бы женщина, знаешь, и сказал бы, давай, что-нибудь другое поделаем. А если на твоя жена? Не испытывал, не знаю. Вот. для меня всегда это было решение очень простое. Блядь, я ранее женщин там курить бросал. Вот. Как бы, да, я хочу покурить, но есть же женщин. Как бы, это либо женщин, либо покурить. там даже вопроса не стоит. А если человек как бы выбирает, поиграет в присутствии женщины, ну, да, мне кажется, это уже более, либо у него не стоит, либо это проблема женщины. Я думаю, это просто покупают, короче, такие жены, которые потолстели со временем брака. Они, короче, такие. Растые. Давай не будем начать фигуры, потому что у всех разный вкус, как бы. Не, ну, там что-нибудь постарели, хорошо. Ну, даже не в этом. Всем нравятся старые женщины. Ну, не в этом даже дело, как бы, старые, не старые, я думаю. Сталин не не так вожделенный, как раньше. Библейский термин, я знаю. Но, опять же, это все, это момент сохранения вот этой искры в отношениях, да. Вот, если отношения здоровые, то, как бы, там, что там найти, как вот там, мимки были, там, типа, видео было такое, типа, челлендж такой, что, девушка, типа, голая, перед бойфрендом, там, выходит такая, вот, и этот, типа, снимает это все дело на видео, да, вот, типа, и, я не знаю, вы этот видик видели, нет, там, челлендж такой, заебись, вот, и там был, я бы сказал, где половина, чувак такой сидит, там, типа, я не знаю, в какой-то, блин, этот, Call of Duty играет, или еще что-то, в этом духе такое, надо замочить, надо замочить, дорогой, а, чего, смотрит на нее, такой, чуваки, извините, мне надо отключиться, бросает все нахуй, и такой, дорогая, и, это, вот, вот, менталитет, нормального человека, блин, не надо никакого спрея, блин, разденься, или там, натяни какие-нибудь, этот, какой-нибудь лонжере, вот, и все, чувак, если, если это нормальный чувак, то, он среагирует, все правильно, и бросит эту нахуй игру, никакого спрея не надо, а, если он не реагирует, ну, а, либо, у него проблемы, либо, проблемы в тебе, видимо, он с СССР тогда не реагирует, ну, ну, тогда проблема, как бы, более глобальная, это, серьезно, посмотрите, вот, я, я просто офигел, реально, вот, у меня, ну, я тут раньше жил, я, правда, не было, у меня даже тиндера не было, я заехал, сюда, правда, в тиндер, посмотрел, грайндера не было, нет, ну, я не гей, ничего, и, короче, вот, каждая третья, каждая третья девушка, либо, бай, либо, поли, либо, короче, там, еще какая-то херня, блядь, либо, транссексуал, я, блядь, я просто никогда, даже, Сан-Франциско, там, понимаешь, такого нет, это просто пиздец, это реально, вот, это ужас, что тут творится, в этих парках, лесах, серьезно, просто, вообще, я офигел, вот, такого нигде нет, наверное, в Америке, в мире вообще, наверное, нет, да ладно, люди, ладно, давайте закручим подкаст, два часа, давайте заднее слово, я выучил, я выучил сегодня замечательное слово, поле, поэтому поле, я скажу вишня, потому что, знаешь, есть такая вещь, как виски сауэр, вот, я ее сейчас пью, я понял, я думал, что ты, гири, я стал займаться с гирями, очень классно, так, ну ладно, люди, большое спасибо, гири, вишня и поле, да, пожалуйста, не забывайте, заходите на наш веб-сайт, rsmp.me, также у нас, есть YouTube, подписывайтесь, там, вылезают, периодически, разные видики, вот, не забывайте про, куб канал, обсудить, и киньте нам денежки, на сервера, ну, а на сегодня, пожалуй, все, подайте, до пропитания, сервера, любви и счастья вам, и услышимся на следующей неделе, все хорошее, пока.